в целом стало лучше ну хорошо давайте тогда начинать во первых я очень рад вас всех видеть здесь потому что вот я сказал уже я год разговаривал с компьютером это очень скучно ну и к тому же вряд ли вы будете собираться так каждый раз поэтому здорово что сегодня мы здесь надеюсь что никто не заболеет и мы весь семестр сможем видеться и разговаривать с вами вот здесь друг другом сегодня у нас нулевая лекция сегодня не первая лекция 0 лекция по курсу который называется concurrency вот чтобы вас не написано было в названии в расписании название неправильно курс называется concurrency и вот сегодня я здесь для того чтобы объяснить вам о чем же этот курс на самом деле что же я понимаю под этим словом и чем будем заниматься весь семестр у сегодняшней лекции есть некоторый нюанс вот начиная со следующей субботы у меня будет цель вам что-то объяснить вот я буду ждать что вы ничего не знаете приходится я вам что-то рассказываю и вы узнаете больше чем мы знали на входе сегодня у меня такой цели нет сегодня я буду говорить много каких-то сложных слов терминов и кажется не собираюсь их никак определять и пояснять ну то есть что мы поймем здорово если мы не поймем то будем в течение семестра разбираться просто я буду говорить те слова которые я буду объяснять вот следующие три месяца если мы что-то сможем схватить в этом рассказе вот чем больше мы сможем схватить тем нам наверное будет проще но если вы ничего снова не поймете что то это не станет никаким блокером мы дальше будем разбираться подробнее я сегодня хочу объяснить вам во первых что такое конкуренция во вторых чем мы будем заниматься весь семестр потому что можно вообще разными вещами заниматься я пытаюсь объяснить что мне важно и что мне кажется важно делать вам чтобы вы извлекли из этого курса просто максимальную пользу для себя давайте начнем я почти весь семестр проведу на экране поэтому буду сидеть здесь не очень уважительно к вам все же но так нам будет удобнее ну давайте разбираться так просто объяснить такую конкуренции нельзя и к сожалению перевести это на русский нельзя если вам этого не хватает я буду так называть конкуренции окей вот перед вами картинка да не очень яркая но вы наверное можете угадать что это ну там наверное написано может описаны мелко и вы не разглядите поэтому придется угадывать это похоже на процессор да а что примечательно в этом процессоре вы видите ну что-нибудь то есть мы конечно не понимаем как он устроен он устроен очень сложно но все какое-то одинаковое то есть какие-то компоненты которые почему-то повторяются но и вот если мы здесь выделим какие-то функциональные элементы в консультационном блоке то мы вот видим что здесь есть такие вещи как ядра спи корр когда-то на заре времен этих ядер не было вот такой старенький процессор arm он выглядел так а сейчас он выглядит но он выглядит гораздо сложнее во первых конечно же прошло много лет а вторых вот в нем появляются какие-то одинаковые элементы которые почему-то просто реплицированы скопированы это ядра и нужно объяснить почему они в процессорах появились потому что наш курс про многопоточность там видимо ядра будут как-то замешаны нужно мотивировать их появлением ну вообще говоря не то чтобы они всегда были нужны вот вы наверное знаете про закон мура слышали про него он про транзисторы про то что там примерно каждые два года число транзисторов процессоре удваивается но и этот закон в общем-то выполняется до сих пор судя по этой картинке становится все больше и больше ну важно не только то что они уменьшают что их количество увеличивается то есть они уменьшаются а важно то что их становится что не становится быстрее вообще что такое транзистор как можно об этом думать вот процессор на самом низком уровне он состоит из этих самых транзисторов таких элементарных переключателей из этих переключателей можно собирать какие-то логические вентили из этих вентилей можно собирать какие-то функциональные элементы из них можно собирать собственно весь процессор и вот этот процессор он там несколько миллиардов раз в секунду меняется состояние все эти транзисторы переключается и вот видимо происходит какое-то вычисление Ну и о чем был закон Мура? О том, что процессоры, ну, был, есть, о том, что транзисторы становятся меньше, их становится больше, они становятся еще и быстрее. Ну, по крайней мере, раньше так было. Они быстрее переключаются. Вот они научились переключаться два миллиарда раз в секунду. Ну, миллиарды раз в секунду. Вот. И до какого-то момента времени, ну, до середины 2000-х годов, они становились меньше и быстрее. И вот вы можете написать программу в 2000-м году, потом сесть, подождать два года, и она станет быстрее работать, потому что больше транзисторов станет, они будут быстрее переключаться, и вычисления будут происходить тоже быстрее. Но с какого-то времени это перестало работать. В смысле, они перестали одновременно становиться и меньше, и быстрее. Они становятся меньше, в процессоре их становится больше, из них можно собрать какую-то более сложную логику, но быстрее они больше не переключаются. Вот. И программы сами по себе ускоряться перестали. Довольно неприятно. Но вот если мы инженеры, которые делают процессоры, и мы хотим делать процессоры более быстрыми, то что мы можем сделать, если мы не можем вычислять быстрее? Мы можем делать что-то параллельно. Вот у нас транзисторов становится больше в процессоре, и мы можем, собственно, задублировать элементы, которые отвечают за вычисления. Вот, собственно, сделать эти самые ядра. Вот ядро — это тот компонент процессора, который отвечает за вычисления. Что мы понимаем под вычислением? Вот такая условная картинка. Есть процессор, у него есть какие-то регистры, и процессор вычитывает из памяти инструкции ваших программ и исполняет их. Инструкции могут быть самыми разными. Это могут быть инструкции, которые выполняют какие-то арифметические операции над регистрами, это могут быть инструкции, которые отвечают за поток управления, условный-безусловный переход. Мы можем прыгнуть в другое место программы. И инструкции типа move, которые которые позволяют процессору взаимодействовать с памятью, загрузить что-то в регистры с памяти или записать обратно. И мы такие компоненты дублируем. Ну, а дальше мы собираемся научить программиста с ними, с этими ядрами работать. Нам нужно дать какой-то инструмент программисту, чтобы он смог писать параллельные программы. И так появляются потоки. Вот вы открываете документацию, скажем, по C++, открываете библиотеку потоков, и вот там есть класс «Поток». И что вы можете с помощью него написать? Вот вы можете написать такую программу. Запускаем два потока. Создаем экземпляр класса std.thread, передаем две функции, фу и бар, и вот начиная с этого момента у вас на процессе, если он вообще это вам позволяет, если у него достаточно ядер, может параллельно исполняться функция main на одном ядре, на другом ядре будет запущена функция фу, на третьем функция бар. Ну, они тут ничего полезного не делают, но могли бы. Вот, то есть std.thread — это такой интерфейс к ядру процессора. А если у процессора всего одно ядро, то это программа не скомпилируется? Во-первых, задавайте вопросы. Собывал сказать об этом. Пожалуйста, задавайте вопросы. Если вам непонятно, если вам интересно, если я не говорю о том, что вы ожидаете, то всегда спрашивайте. Так будет полезнее для нас всех. Теперь, отвечая на вопрос, программа скомпилируется. Конечно, ну, в конце концов, представь себе старый процессор и операционную систему. Вот там одно ядро в процессоре. Это же неверно, что ты можешь запустить только одну программу в операционной системе. Скорее всего, ты можешь запустить больше, но они будут просто упаковываться в это одно ядро. Операционная система будет запускать одну программу, а через 10 миллисекунд снимать ее с процессора и ставить другую. Собственно, мультитаскинг. Вот здесь та же самая история. STD Thread — это такое виртуальное ядро. Но вот как вы работаете с памятью оперативной в программе, вы же не думаете, что у вас там 2 гигабайта, у вас там, не знаю, экзабайты виртуальной памяти. Более-менее бесконечно. Это абстракция. Вот здесь то же самое. STD Thread — это такая абстракция, которая дает программе как будто бы отдельное виртуальное ядро. Конечно же, целое ядро программа не получит. Она будет делить это физическое ядро с другими программами. Но вы как разработчик этого не замечаете. Вы исполняете функцию main, и вы не знаете, когда планировщик операционной системы снимет ее с ядра и поставит другое, когда вернет вас обратно. Это все происходит для вас прозрачно. Но, собственно, в этом и смысл абстракции. Вы не наблюдаете физические ограничения. Так что программа скомпилируется, и если у вас ядер 4 или 8, то эти потоки будут работать параллельно. Если у вас ядро одно, то они будут чередоваться на одном ядре. Ну, собственно, где-то у меня про это была картинка. Ну, вот какая-то такая история. Вот у вас три потока, два ядра, ну, и вот они как-то перемещаются даже, возможно, между этими ядрами. Ну, и какое очевидное применение для этих потоков вы можете придумать? Численно интегрирование. Численно интегрирование. Обычно вы этим и занимаетесь, когда приходите домой, сидите за ноутбук. Ну, да, наверное, вы можете с помощью этих потоков что-то распараллелить. Вот действительно можно подумать про какие-то там численные методы, про какое-то матмоделирование. Вы строите там гоночный болид, вам нужно аэродинамику обсчитывать. Или вы любите машинное обучение, и там какие-то матрицы перемножаете. Как вам помогут ядра здесь и потоки? Ну, вот вы возьмете свою задачу и каким-то, ну, возможно, сложным образом поделите ее. У меня не хватает картинки. Давайте ее найдем. Да, конечно. Они могли. Ну, смотри, программа можно прибивать поток к ядру. Так можно делать, но это нужно в довольно редких случаях. Чаще всего это делать не нужно, и о таких мелочах, но о таких низкоуровневых деталях думать скорее вредно для твоей программы. Так что нет, мы такого делать, наверное, не будем. И чуть позже я, наверное, лучше смогу объяснить, почему мы этого делать не хотим, пока это довольно сложно было бы сделать. Ну, ладно, вернемся к потокам, к распараллеливанию. Что мы можем сделать? Мы можем разбить задачу, вот эти синенькие квадратики, на части, и на каждую часть, каждую часть отдать своему потоку. И если у вас ядра достаточно, то эти потоки будут исполняться параллельно, и, там, не знаю, ваше учисление будет происходить, ну, если у вас 4 ядра, там, в 4 раза быстрее, если 8, то в 8 раз быстрее, если 64, то, возможно, в 64. А, возможно, и меньше, потому что есть закон Амдала, который ограничивает параллелизм, потому что, ну, не все задачи идеально параллелятся. Но не суть. Вот мы таким заниматься вообще не будем. Нам это не важно. Мы не занимаемся параллелизмом в этом курсе. Наш курс называется «Конкаренсия», а эта вещь совершенно иная. Ну, вот параллелизм — это вот такая картинка. Это вот, смотрите, здесь есть щенята, ну, это такая классическая картинка из доклада Роба Пайка про языго. Вот здесь есть какие-то задачи, это вот миски с едой, и есть щенята, которые их едят, это, видимо, в потоке. А мы хотим поговорить про такую картинку. Вот здесь все происходит немного иначе. Здесь происходит какой-то бардак, потому что задачи нас интересуют другие. Вот давайте посмотрим на код. Я не знаю, умеете ли вы читать C++ и с сетевыми какими-то операциями, с сокетами, и уж тем более, вряд ли вы знаете библиотеку ASIO, которая здесь используется. Но вот на что это похоже? Это похоже на сервер, да? Он, видимо, обрабатывает каких-то клиентов. Вот, во-первых, знаете ли вы, что такое сокет? Похоже был. У вас уже было? Все знают, что такое сокет, да? Нет, он не антонировал. Там просто... Знаешь, что такое пайка? Ну, хорошо. Вот представьте, что... Вот не знаю. Представьте какую-то большую компанию, у которой есть гигантский дата-центр на там десятки тысяч машин, и в этом дата-центре живет какая-то распределенная система, какая-нибудь база данных, которая хранит все ваши письма за миллион лет. И вот в этом... в этом... в этом большом здании, где эти десять тысяч машин стоят, есть две отдельные машинки, находятся далеко друг от друга, и они хотят пообщаться друг с другом. Между ними есть огромное количество каких-то сетевых коробок, коммутаторов. Все это связано в какую-то очень сложную, очень хитрую, многомерную коммутационную фабрику. В общем, добраться от одной машины до другой довольно сложно. Но вы, как программист, думать об этом не хотите. Вам операционная система дает абстракцию прямого провода просто. Это называется TCP-соединение. И по этому прямому проводу можно в одну сторону отправлять поток байта и в обратную сторону получать. И TCP гарантирует вам, что вы получите те же байты в том же самом порядке. Ну, либо соединение просто порвется. Вот что делает этот код? Он начинает слушать на некотором порту и принимает соединение. Вот здесь написано acceptor, accept. И после этого вызова мы получаем очередной сокет с очередным клиентом. Я не сказал, сокет — это конец TCP-соединения. По сути, это файловый дескриптор, который вы можете писать с помощью системного вызова write и читать с помощью вызова write. Ну, как обычно. Если вы работали с пайпами, то сокеты здесь, ну, они, конечно, отличаются, но в первом приближении можно о различиях не думать. Ну, и смотрите, что мы хотим делать с этими клиентами. Мы хотим... Мы пишем эхо-сервер. Эхо-сервер — это такой бесполезный сервер, который получает данные от клиента и посылает эти данные обратно. То есть мы просто открываем... Мы принимаем клиента и мы запускаем поток, который в цикле из сокета читает какие-то байты в буфер. Может быть, есть вопрос? Да. Переполнение будет? Переполнение чего? Ну, при чтении вы же никак не передаете массы в чтение. Ну, вот эта функция, buffer, она выводит размер массива статического. О! Так что я читаю вот не больше, чем емкость этого буфера и пишу данные обратно. Ну, если ошибка, то я, видимо, сворачиваюсь. Вот не слишком полезная программа, но это такое Hello World сетевого программирования. Вот если вы хотите написать сетевой сервис, то вот, если вы пишете какой-нибудь сетевой фреймворк, а мы, собственно, примерно для этого здесь и собрались, то вот Hello World это такой базовый пример, который можно написать. Чего мы от этого сервера хотим? Ну, видимо, мы хотим, чтобы он мог обслуживать много клиентов. И, видимо, все клиенты для нас равны. Мы хотим, чтобы они обслуживались, ну, по возможности, параллельно. Поэтому мы для каждого клиента запускаем поток. Вот мы конструируем std-thread и в нем исполняем вот такую лямбду. Мы туда захватываем сокет и в этой лямбде в отдельном потоке запускаем функцию handleClient. Ну, вот смотрите. С одной стороны, потоки нам нужны были для того, чтобы что-то распараллеливать, чтобы что-то делать быстрее. Вот мы могли умножить две матрицы там за какое-то время, а теперь можем умножить их там в четыре раза быстрее. Это такое очевидное применение потоков. Вот здесь же потоки для чего-то другого нужны. Ну, вот мы же здесь явно ничего не ускоряем. У нас нет цели что-то ускорить. Мы здесь боремся не за то, чтобы клиенты обслуживались быстрее, а чтобы они все справедливо обслуживались просто, чтобы мы могли пережить такой рейд запросов, который у нас будет. И вот здесь есть большая, много существенных различий. Ну, вот, например, когда мы говорим про распараллеливание, то сколько потоков разумно заводить? Столько, сколько ядер, потому что, если их будет больше, то просто операционная система будет их постоянно менять на ядрах и просто тратить дополнительное время, чтобы перепланировать их, чтобы всем отдать процессорное время. То есть мы сами выбираем число потоков и разумно, чтобы оно было сопоставимым с числом ядер. Здесь же, в этой программе, мы число потоков не выбираем. Число потоков зависит от того, сколько у нас будет клиентов. И чем их будет больше, тем, ну, чем больше клиентов способен такой сервер пережить, тем, кажется, нам будет лучше. Мы боремся не за скорость, мы боремся за масштабируемость, за то, чтобы обслуживать тысячу клиентов, 10 тысяч, 100 тысяч, может быть, миллион клиентов. В чем еще существенное различие? В том, как потоки, что потоки делают? Вот, если мы что-то распараллелируем, то потоки занимаются чем? Они занимаются, ну, вот, какими-то вычислениями. Они читают из памяти, пишут память, что-то перемножают, делят, что угодно. Чем занимаются здесь потоки? Они чаще всего ничего не делают и не спят, ну, то есть ждут на операциях ввода-вывода. Они блокируются на вот чтении сокета и блокируются на запись сокета. Большую часть времени они не работают. Именно поэтому мы и надеемся упаковать вот эти потоки в небольшое число ядер. Мы можем запустить сервер и обслуживать 10 тысяч клиентов только потому, что вот эти 10 тысяч потоков все-таки могут улечься на 4 ядра, потому что большая часть потоков спит, они работают. Они параллельно не вычисляют, они параллельно спят. Но есть некоторая проблема в таком подходе. К сожалению, операционная система не задумана для этого. Ну вот, во-первых, вот это и есть конкуренция. Вот это отличие от параллелизма. В параллелизме мы сами выбираем число потоков, делим задачу на части и вот что-то ускоряем. В конкуренции мы не выбираем число потоков. Мы вынуждены обслуживать каких-то клиентов вот столько, сколько у нас есть. И чем больше, тем для нас лучше. Так вот, утверждается, что это решение не идеально. Почему? Потому что вот в нашей задаче мы пишем эхо-сервер, единица конкуренции это вот клиент, это обработчик. Для каждого клиента нужен свой обработчик, в нем написана какая-то логика. Пока она тривиальная, но, видимо, есть приложения более сложные. Для операционной системы единица конкуренции это поток или таск, если говорить про ядро Linux чуть аккуратнее. Это вот единица планирования. То есть вот та задачка, которая ставится на ядро, исполняется там 10 миллисекунд, потом с ядра снимается. Так вот, операционная система не заточена под то, чтобы на ней запускали миллион или сто тысяч таких обработчиков. Операционная система ожидает, что если вы запускаете поток, то, видимо, для того, чтобы он занимал процессор, чтобы он что-то вычислял, а не для того, чтобы он прыгал туда-сюда на чтение к записи. И вот есть несоответствие масштаба. Вот, скажем, вы такой код не сможете запустить на 100 тысячах клиентах. Ну, вы упрете себе какой-то лимит, там, библиотеки, операционные системы, ну, в общем, это не слишком хорошо работает. В то же время, в то же время вы можете написать программу не на C++, а на языке Go. И вот смотрите, как она устроена. Тут я ни в коем случае не сравниваю C++ и Go, в смысле, что лучше или хуже это. Доберемся. Смотрите. Код на Go. Вы можете не знать Go, это не важно, код вы должны прочесть, потому что Go похож на C. Функция Main, в ней тоже такой же цикл написан. Бесконечный цикл, где мы принимаем соединение от клиента. Тут вместо сокета называется Connection и запускаем то, что называется в Go, Go-рутиной. И эта Go-рутина исполняет HandleRequest. Ну, вот Go-рутина какое-то новое слово, я не собираюсь его определять, впрочем, я и поток не определял пока, но надеюсь на какое-то ваше интуитивное понимание. В первом приближении Go-рутина для пользователя в Go неотличима от потока. Это не совсем справедливо, но к нюансам мы вернемся гораздо позже. И что делает эта Go-рутина с функцией HandleRequest? Да, то же самое. Она в цикле читает в тот же самый буфер, а потом пишет обратно. А почему она сначала выгребает соединение? Она откладывает закрытие соединения на момент завершения функции. Ооо. пережить 100 тысяч запросов и миллион запросов способен пережить. Вот оказывается, что Go-ruтина в Go это все же не потоки. Go-ruтина в Go это некоторые виртуальные потоки и сам язык Go занимается их планированием, а не операционная система. Мы не можем доверить этой операционной системе, а операционная система не задумана для такого. Она планирует вычисления. А мы здесь планируем вот вывод. И поэтому в языке Go есть собственный рантайм и собственные грутины. Ну или скажем вот код, который мы напишем мы буквально через месяц. Смотрите, как он выглядит. Вот тоже сервер, тоже эхо-сервер. Вот мы принимаем в цикле клиентов и мы снова запускаем какой-то поток, который выполняет handle request. И в этом handle request написано снова то же самое. Вот. Кажется, третьих кодов похожи, да? Ну, по крайней мере, этот код на C++ написан, этот код написан на C++ и тут styleguide отличается, немного интерфейсы отличаются, но в принципе тот же самый код. Вот сколько потоков использует этот код? Один вероятно. Откуда такая гипотеза появилась? Ну, учитывая, что вы приводите пример к ручке. Ну, это логика правильная, конечно. Этот код использует всего лишь один поток, потому что в этом коде написан собственный планировщик, который планирует собственные, ну, здесь это называлось в ГОГа рутины, а здесь у нас это будет называться файберы, ну, тоже какие-то виртуальные потоки. Это некоторый инструмент, который необходим для того, чтобы уметь обслуживать клиентов в большом масштабе, ну, более-менее неограниченном масштабе. Мы пишем свои собственные потоки, мы воспроизводим в пространстве пользователя некоторую часть операционной системы. И так делаем, так делает, разумеется, не только ГОГа, потому что сетевые приложения нужно писать более-менее везде. Ну, почти все, что люди сейчас пишут, они пишут с расчетом на то, что к ним по сети будут приходить запросы. Так что в любом современном языке такие механизмы нужны. Ну, вот есть ГОГа, который вам предоставляет вот эти самые грутины. Есть, давайте я покажу вам похожую программу на языке Rust. Она делает то же самое. Снова цикл, в нем мы снова принимаем клиентов, а потом снова запускаем что-то, и в цикле этой задачи мы снова читаем из сокета, а потом пишем в сокет. Но если вы раз не знаете, то опять не страшно, потому что, кажется, слова знакомы. Socket, read, write, loop, в общем. Но есть какое-то отличие. Тут, смотрите, появляется какая-то точка await. Асинхронное ожидание. Ну, что-то, какой-то асинхронное ожидание. В общем, какой-то специальный синтаксис для того, чтобы дождаться чтения сокета. Или же, смотрите, как выглядит эхо сервер, написанный на C++20. Что нам предлагают разработчики? Вот предлагают писать такой код. Тут, правда, нет обработки ошибок никакой, то есть этот код короче, чем должен быть. Но опять, снова цикл, снова сокет, read-sum, сокет-write. И перед этим снова какие-то coer-weight. Ну, то есть в C++20 есть некоторый механизм, который позволяет нам делать конкурентность и не упираться в лимиты операционной системы. В языке Go у нас только такой механизм и есть, гарутины. В Rust-е у нас тоже есть async await и вот framework Tokyo. Да. Справится ли пол, это отличный вопрос, замечательный просто. Вот смотрите, мы говорим, что вот такой код, вот такой код, он не масштабируется. Операционная система не может обслуживать такое количество клиентов в отдельных потоках. с другой стороны, если вы ходите на операционные системы или будете ходить, я не знаю, зависит от вашей программы, то, скорее всего, вас научат способы эффективнее. Вот есть ePoll, такой событийный механизм, который позволяет обслуживать много клиентов в одном потоке. Ну, правда, код, написанный на ePoll, получается абсолютно чудовищным. Ну, и вы сами напишите, убедитесь в этом. Он чудовищный вовсе не потому, что он написан на C и очень низкоуровневый. Его можно переписать на C++ и он станет его более удобно писать. Но все равно он, как бы сказать, он вывернут наизнанку. Вот вы смотрите «Время приключений». В первом сезоне там появляется Мэджик Мэн и ему на руку садится голубь. И вот не помните, что дальше происходит? Ну, я пришлю в чате потом ссылку. В общем, этот код вывернут наизнанку просто. У вас здесь нет какого-то понятного цикла. Вот вы пишете здесь код и у вас есть простой цикл for. Вы в нем читаете и пишете. Сразу понятно, что происходит. И также такой же код вы пишете в go. Такой же код вы пишете в rust. Такой же код вы пишете с циклом в C++20. Где же он? Вот здесь вот. А если вы пишете через e-poll, то вот почему-то все разрывается и никакого внятного цикла нет. Есть какая-то странная, ну, не то чтобы это взаимная рекурсия, но, в общем, такая цепочка из разорванных фрагментов, которые перепланируются. Это не похоже на цикл while. Здесь нет нигде цикла while просто. Так вот. Тем не менее, операционная система для того, чтобы делать эффективный вот вывод, дает вам именно этот самый e-poll и событийный механизм. Так вот, как же вы думаете, Go умудряется справляться с миллионом соединений в одном потоке? Как мы собираемся делать это тоже в одном потоке с помощью вот некоторых файверов? Но ровно так и собираемся. Просто этот e-poll нигде наружу не торчит и код вправлен обратно. То есть это выглядит удобно, это удобно писать, но это эффективно работает. И вот мы с вами хотим как раз в этом семестре, в этом курсе научиться, как можно эффективно, как можно удобно описывать какие-то конкурентные активности в коде и при этом не жертвовать эффективностью, не жертвовать масштабируемостью. Мы хотим и масштабироваться, и иметь эргономичные инструменты для выражения наших целей. Ну и начал перечислять, такие инструменты есть в разных языках. В Go это горутины, в C++ это корутины, ну или с программы, если вам так больше нравится, в Rust это, ну там это Future называется, не суть, в Java этого всего пока нет, но там делают. И там это тоже называется файбера, как у нас, но потом их в Java переименовали и стали называть виртуальные потоки. Вот, еще одно слово. Слова множатся. В Python есть такие инструменты, правда эхо-клиент написан, а не сервер, но опять, какой-то await. Опять, мы можем заводить много клиентов, заводить много соединений, и все они будут упаковываться в маленькое количество ядер. В Kotlin есть корутина, разумеется, вы тоже можете запустить какую-то отдельную активность, она будет работать и чередоваться с остальными. Кстати, вот, чтобы лучше пояснить, что такое конкарнсия, вот в этом коде, я сказал, запускается много обработчиков, но они работают на одном ядре. Вот это в чистом виде конкарнсия. Здесь параллелизма нет. Параллелизм и конкарнсия это вообще вещи перпендикулярные. У вас может быть параллелизм без конкарнсии, это вот умножение матриц параллельная. У вас может быть конкарнсия без параллелизма, вот оно. У вас один поток и в него упаковывается много обработчиков, они просто чередуются там постоянно. У вас может быть конкарнсия с параллелизмом. Вы можете запустить программу на языке Go и вот эти грутины, мало того, что их в одном потоке много, они еще и запускаются параллельно в разных потоках. То есть это можно комбинировать просто для повышения производительности. В общем, в разных языках, во всех современных языках есть какие-то инструменты. Но, правда, вот иметь одни грутины или карутины или как они там виртуальные потоки называются мало, потому что программы бывают обычно сложнее, чем эхо-сервер. Вот осенью на спецкурсе рассказываю про распределенные системы и вот там особенно много задач, которые связаны с конкарнсия, потому что клиенты там начинают взаимодействовать друг с другом. Они обращаются к какому-то раздеряемому состоянию, они должны друг с другом синхронизироваться, ну и тут появляются какие-то примитивы синхронизации. Появляется ну Mutex для начала. Mutex это такой базовый примитив, который позволяет синхронизировать два потока, ну или большее количество потоков. Вот у вас есть потоки, которые запускаются допустим параллельно физически на разных ядрах, но они обращаются к одним и тем же данным в общей памяти, скажем какому-то там не знаю std map. А вот теперь представьте, что у вас два потока на разных ядрах начинают вращать одно и то же дерево. Ну они же ему переломают просто все конечности. Их нужно запретить им так делать. Для этого у нас есть Mutex. У него есть всего лишь два метода lock и unlock. И гарантия такая, что если потоки вызывают перед тем как обращаться к общим данным Mutex lock, то гарантируется, что между вызовом lock и unlock может находиться только один поток одновременно. Если кто-то Mutex сейчас владеет, если кто-то зашел в lock и находится между lock и unlock то другой поток вызвав lock заблокируется и будет ждать пока первый поток lock не освободит. Ну вот такой примитив и это самое наивное что можно сделать для синхронизации. В C++ есть разные примитивы. Что здесь есть? Mutex здесь есть RV Mutex есть условные переменные есть какие-то семафоры лечи барьеры но мы это все напишем это мелочи это пустяки. Современные языки конечно же предлагают вам инструменты более сложные более выразительные потому что с помощью Mutex и Kundwara вообще-то в высокоуровневом промышленном коде вы нигде почти не будете использовать никакие kondwara условные переменные если вы видите то этот код очень низкоуровневый или плохо написан просто например что он дает язык Go для сложной синхронизации он вам дает ну Mutex тоже дает конечно но дает вам вещи посложнее где-то они у меня были здесь написаны приведенные сейчас их найду и или полистаю так дает вам каналы вы запускаете грутину и протягиваете между этой грутиной и основной грутиной канал и здесь вы можете в него положить сообщение а потом здесь вы можете достать сообщение но тем что канал реализован в пространстве пользователя никак с операционной системой не взаимодействует и он гораздо сложнее потому что ну ладно если мы пока не знаем детали а мы пока их не знаем может что ничем не отличается это конечно совершенно неправда но у нас здесь виртуальные потоки и канал тоже в общем этот пайп тоже про него операционная система ничего не знает это такой примитив синхронизации а дальше что с ними можно делать можно ну блокироваться ожидая сообщения из канала а можно делать смотрите что можно делать select можно дожидаться сообщений из первого канала точнее у нас есть два канала мы не знаем откуда прилетит сообщение в первую очередь мы дожидаемся сообщений из первого канала ну и я вот осенью рассказываю желающим как скажем писать протокол репликации в распределенных системах протокол рафт и вот здесь есть реализация этого протокола на го и тут используются каналы и select для того чтобы мультиплексировать события с одной стороны хардбит и с другой стороны запрос от пользователей более сложная логика здесь вот как-то грутины сложнее взаимодействуют чем просто запускаются и там независимо работают вот Go нам предлагает один набор инструментов каналы и select язык Kotlin в принципе те же самые инструменты предлагает то есть там тоже есть каналы там тоже есть select очень сложно написано и мы в самом конце курса про него поговорим это наверное такая очень продвинутая лекция но это не единственные инструменты которые доступны для синхронизации высокоуровневые инструменты скажем вот есть такая известная статья и она плохо отображается у нас и мы сейчас это починим server as a function это статья которая была написана инженером твиттера про их фреймворк на котором они пишут весь свой код все свои сервисы и здесь они оперируют не потоками и не каналами и не select они оперируют другими сущностями они все свои сервисы раскладывают на такой ортогональный базис из трех абстракций из fuge ну rpc сервисов и фильтров которые декорируют эти самые fuge и сервисы ну что такое rpc наверное долго объяснять но идея такая вот в распределенных системах опять пример который нам пример в который нужно углубляться очень долго но я лекция обзорная поэтому я что-нибудь расскажу в распределенных системах узлы которые эту систему образуют общаются с собой часто конечно не напрямую через сокеты слишком низкого уровня IP они общаются через протокол вызова удаленных процедур или удаленного вызова процедуры я путаюсь неизвестно в общем идея такая вы делаете вызов как будто бы вызываете какой-то метод на каком-то объекте на самом деле этот объект находится на другой машине и нужно ваш запрос ваш вызов сервисовать отправить по сети там он здесь реализуется запустится в каком-то обработчике тут снова какие-то файберы появляются видимо вычислиться ответ он сервисуется прилетит в обратную сторону мы его дождемся запустим обработчик в общем для того чтобы такие рпс вызовы делать нам нужен какой-то специальный инструмент какой-то фреймворк и вот вы вызываете метод на другой машине вот если вы вызываете обычный метод на локальной машине вы вызываете функцию фу и дождаетесь пока она завершится в случае когда мы отправляем запрос по сети у нас API как правило асинхронная мы отправляем запрос а когда он будет готов мы не знаем может машина вообще откажет и мы никогда не получим ответ поэтому мы не можем просто ждать значения мы должны вернуть что-то что называется фьючей это некоторое будущее представление будущего ответа у нас прямо сейчас ответа нет но есть некоторый контейнер для этого будущего ответа и мы можем с помощью специального синтаксиса передать его в следующую функцию какую-то асинхронную это звучит от некоторой магии ну в общем это некоторый другой API его скажем в твиттере написали все на вот этих фьючах и рпс а не на файберах короче говоря есть разные инструменты для того чтобы описывать конкурентные активности и чтобы их синхронизировать и вот каждый язык предоставляет какие-то свои инструменты ну вот и даже если они похожи то они часто называются по-разному я вот говорил файбер, гаутина, виртуальные потоки короче целый зоопарк как мы все это пишем и как мы это синхронизируем но с другой стороны какой бы язык мы не использовали в конце концов под этим языком под компилятором находится один и тот же компьютер с одной и той же операционной системой с одним и тем же процессором и значит все эти разные средства синхронизации разные инструменты должны в конце концов где-то на каком-то уровне просто работать одинаково но тут уже упоминали про E-POL вот E-POL это некоторый низкий уровень который делится между всеми реализациями если у вас фьюча если у вас если у вас фьюч если у вас файберы там с блокирующими сокетами в конце концов все спускается в E-POL и а с другой стороны по-другому скажу если все аккуратно написать то можно добиться такого дизайна где на верхнем уровне у вас вот либо фьюча либо фьючи с комбинаторами либо там гарутины с каналами и селектами а под капотом у вас некоторая общая следа исполнения которая одинаково подходит для всего ну вот выглядят программы там на Rust, на Go и там на вот этом фреймворке Twitter совершенно по-разному но в конце концов исполняются они все примерно одинаково используя примерно одни и те же абстракции мы снова переизобретаем планировщик мы снова переизобретаем там логику планирования и оказывается что можно всю эту сложную логику разделить отделить от вот этих самых средств синхронизации и средств конкуренции какими-то очень простыми абстракциями короче говоря вот в нашем курсе будет две такие большие параллельные сюжетные линии с одной стороны мы будем говорить как описывать конкурентные активности в коде как их синхронизировать а с другой стороны мы будем говорить о том как это эффективно исполнять на компьютере потому что компьютер в конце концов у всех одинаковый если вернуться к эхо-серверу то можно сказать так что наш курс курс про то что с одной стороны как эхо-сервер написать красиво а с другой стороны как написать его масштабируемо это вот две цели которые вот нетривиально сочетаются но смотрите я вот показываю вам примеры на разных языках вот неужели я от вас требую все это знать знать Rust знать Go знать знать Kotlin как вы думаете требую я или нет ну будет хорошо если вы все это знаете вот я так скажу чем больше вы в своей жизни видели тем вам будет полезнее тем вам будет понятнее но конечно же я этого не требую прям строго но я мы знаем с вами C++ ну или думаем что знаем и мы собираемся все делать на C++ ну с этим есть некоторая проблема потому что в C++ почти ничего нет там есть библиотека потоков в которой нет почти ничего полезного ну точнее есть какие-то очень базовые вещи но никакой промышленный код сложный никакие проекты настоящие с помощью этого кода писать с помощью этой библиотеки писать невозможно конечно но мы смотрите мы и не собираемся как бы учиться вот пользоваться всеми этими грутинами каналами и селектами и фьючерами мы просто собираемся это все написать сами вот мы в конце концов с теми за кто справится конечно это будет далеко не все мы с вами за семестр напишем свой собственный го мы с вами напишем ну начнем с этих однопоточных файберов потоков и напишем масштабируем эхо сервер и сложность конечно не в этом коде а сложность вот где-то здесь спрятана вот внутри этого вызова внутри этого вызова внутри этого вызова нам важно это сделать а потом мы научимся делать эти файберы физически параллельными мы сделаем для них ну напишем свой собственный го в котором будут запускаться ну тут не 100 можно 100 тысяч написать мы что сделаем напишем свой собственный где-то есть mutex наверное для вот этих самых файберов параллельных уже напишем свои собственные каналы для них вот строим канал запускаем файбер и он ждет с одного канала пишет другой и вот этот ждет второго пишет первый ну так они вот обмениваются сообщениями друг с другом мы напишем для них select но это правда совсем уже сложный уровень но те кто сделают будут большими молодцами вот мы просто напишем свой го и как вам сказать не то чтобы вы на работе будете писать свой го конечно скорее всего вы есть некоторая тонкость с одной стороны это полезно потому что вы поймете как все работает вы же приходите сюда не для того чтобы в ты поступаете не для того чтобы учиться документацию читать это вы можете сделать на работе за первую неделю стажировки вашей я хочу чтобы вы пришли на работу писали допустим на каком-то языке на языке котлин на гон на любом скорее всего с какой-то вероятностью это будет даже не c++ но при этом запуская вот эту грутину вы будете глубоко в самую глубину понимать что происходит так же как вы делаете пушбэк вектор и понимаете что там под капотом происходит где там реалокации или там как дерево вращается вы себе представляете сразу вот мы хотим этого добиться но иногда все-таки нужно писать и самим вот смотрите совсем недавно на хабре в блоге яндекса опубликовали статью Антон Палухин ее написал если вы знаете кто это про то что яндекс.такси когда-то было написано они используют микросервисную архитектуру то есть у них много сетевых сервисов которые взаимодействуют между собой и обслуживают все ваши поездки и весь сервис был написан на Python но на Python очень сложно поддерживать большие проекты и там есть проблемы с производительностью и там тестировать это сложно поэтому разработчики за некоторое время переписали все на C++ и им потребовался свой собственный фреймворк для конкуренции и они написали вот фреймворк где будут свои ну вот пример кода вот скорее всего да вот идут какие-то ну вот обработчик запроса он там обращается к базе и конечно за таких обработчиков запускается конкурент на очень много это снова не потоки это вот те самые файберы и для этих файберов нужно писать свои примитивые синхронизации и вот разработчики этим занимаются сейчас вот я найду пример вот кусочек реализации их мьютекса для их файберов и вот на этом фреймворке дальше пишется весь код ну то есть иногда нужно написать свой go потому что ну вот потому что задачи у вас такие этим мы будем заниматься ну конечно мы не с этого начнем сразу семестр потому что это сложная задача все-таки язык go пишут очень опытные разработчики мы начнем с чего-то простого мы будем возиться сначала там первые недели первый месяц с какими-то вот мьютексами условными переменами научимся делать какие-то банальные вещи с синхронизацией потоков а потом мы пойдем глубже и то есть мы сначала напишем простенький мьютекс для потоков потом мы его используем для того чтобы написать трэдпул то есть просто будем использовать мьютекс применить их синхронизации потом в этом трэдпуле научимся запускать файберы потом мы для них переизобретем мьютекс потом мы изучим логфри и узнаем как можно сделать мьютекс без мьютекса ну короче это довольно сложно и все будет усложняться и я хочу чтобы вы увидели что вот те кто будут сдавать курс на отлично ну или на очень хорошо они увидят что мы вот делаем все по два раза потому что мы воспроизводим это сначала на уровне каком-то верхнем а потом мы закапываемся очень глубоко про атомики да я могу сказать следующее что мы увидим с вами что го можно сделать имея один атомик вот если у вас есть атомик то в принципе можно написать свой го а что хотели хотели про них услышать если ты пишешь вот как какие-то сетевые сервисы ты пишешь какую-то прикладную логику то вообще в твоем коде не должно быть никаких мьютексов почти что и там вот кондваров и атомиков это очень низкоуровневый код он помогает атомики нужны чтобы написать этот фреймворк а не для того чтобы ты ими каждый день пользовался но иногда нужно ими пользоваться но мы собственно этому всему научимся что такое атомик про это есть домашка первое там говорят напишите атомик пожалуйста вот мы к этому вернемся через неделю то есть я говорю сегодня понимать ничего не обязательно просто я какие-то слова произношу вы их запоминаете а потом мы атомик это ячейка памяти с которой можно делать более хитрые вещи чем чтение и запись вот чтение и запись это две операции которые мы понимаем хорошо но которых для синхронизации мало вот нужно что-то еще ну вот мы в общем напишем все это голыми руками имея один атомик мы напишем свой целый го и там конечно же научимся какой-то ловкой синхронизации но я бы сказал что это только половина истории но по крайней мере для меня это только половина курса и может быть даже не самое важное потому что ну вот вы изучите логфри изучите какие-то схемы там управления памятью в логфри какие-то хитрые паттерны синхронизации а потом через полгода забудете это все ценность курса не только в этом и не столько в этом вот смотрите я поясню в чем оно довольно таким странным способом вот есть такой код но есть коррутин в C++ такой механизм для того чтобы писать конкуренция и вот на коррутинах можно написать вот такой вот код правда непонятно что такое co-avate зачем мы его пишем здесь почему он нам нужен ну в некоторых языках и не нужен например в GOM мы так не пишем но C++ мы пишем и вот мы решили разобраться как это все работает мы читаем документацию вот эту она чудовищная невозможно ничего понять мы бросаем но я вам говорю есть очень хороший блок сейчас я найду его вот он его автор Льюис Бейкер один из разработчиков коррутин в C++ и он написал вот четыре там пять постов про то что такое сейчас я сложу четыре четыре поста про то что как коррутина внутри устроена и вот вы пытаетесь понять что-то про co-avate вот этот самый про это маленькое ключевое слово открываете этот блок нажимаете на ссылку и попадаете в огромную сложнейшую простыню что происходит в этом co-avate и в принципе вы может быть даже разберетесь ну с трудом запомните это впихнете в это в голову но как бы как вам сказать вот представьте что вы хотите узнать как что-то работает вы набиваете там в поиске как работает там не знаю mutex и вам открывается какая-то статья или вы код читаете как работает go открываете там исходники go читаете их может быть вы разберетесь но скорее всего у вас будет такая проблема вы не сможете отличить вот в этой огромной простыне кода какие-то случайные инженерные какие-то инженерные случайности от каких-то фундаментальных идей вы не понимаете что важно а что вот просто ну так написали и вот читая этот пост вы вот сейчас вы в принципе можете через примерно месяц это осилить то есть разобраться в механике крутин вы способны на это но я хочу чтобы мы ну если открыть план лекций где-то он у меня есть попробуем еще раз то крутин в C++ это где-то середина апреля довольно не скоро почему что да у нас будет канал сколько у нас вообще осталось времени нисколько да сколько о здорово тогда мы все успеем крутины будут довольно не скоро в C++ почему потому что я хочу чтобы к моменту когда когда мы к ним подойдем мы не просто смогли понять как это работает а мы смогли понять почему оно именно так сделано то есть мы начнем с каких-то простых задач напишем какой-нибудь простой трэдпул напишем какие-то простые файберы а потом начнем думать а что с нашим решением не так может быть где-то можно что-то улучшить может где-то что-то не хватает чего-то не хватает у нас есть трэдпул но мы не умеем из него вернуть результат вычисления у нас есть файбер но там почему-то планировщик довольно монолитный и там смешаны какие-то разные подзадачи и вот мы будем придумывать какие-то абстракции мы будем придумывать какую-то декомпозицию и так постепенно, постепенно, постепенно наши простые грубые решения будут разделяться на какие-то ну я надеюсь ортогональные, универсальные, точные абстракции мы их будем постепенно придумывать и мне важно, чтобы мы сами видели что в них появляется необходимость и вот мы будем заниматься этим несколько месяцев и когда мы дойдем до коррутин то мы уже сами будем чувствовать что нам вот эти абстракции и эти точки кастомизации необходимы мы будем понимать, почему дизайн такой а не просто как он работает ну то есть для меня это курс наполовину про дизайн и дизайн это тот навык, которому долго нужно учиться вот вы можете закончить университет вы можете знать, как вращать красное-черное дерево строить фибоначьевые кучи как суффиксные массивы и деревья писать но это из вас вы все равно станетесь старшим или средним разработчиком вы не можете выпустить младшим или средним вы не можете выпустить старшим потому что для того, чтобы делать сложные вещи нужно хорошо понимать как выделять абстракции как выполнять декомпозицию собственно дизайн уметь делать а этому учиться нужно долго и вот в этом курсе, кажется если вы будете в правильном порядке решать много задач то, ну не то чтобы вы научитесь этому но по крайней мере вы увидите как это можно делать как можно придумывать вещи а не просто разбираться, как они устроены это гораздо-гораздо сложнее но еще раз, для этого нужно делать задачи поэтому я могу вам объяснить, что да, вот здесь не хватает этого а тут можно сделать так но я бы сказал, что единственный честный способ этому научиться это писать код самим и самим убеждаться, что вам чего-то не хватает что вы сами чувствуете, что стало лучше что сейчас плохо, а можно сделать лучше поэтому призываю вас решать задачи это потребует довольно большого количества усилий но если вы любите программировать то это все будет оправдано ну и без дизайна, конечно будет сложно, особенно в конце курса потому что вот темы, которые будут у нас в конце сейчас мы к ним вернемся вот stackless coroutines и unified executors это темы, которые аккумулируют очень большой очень большой человеческий опыт инженерный опыт, который накопился ну вот, скажем, в C++ сейчас разбираются а как сделать ThreadPool это довольно базовая задача вот ThreadPool у нас буквально вторая лекция и мы его напишем за полчаса и вообще ничего не знаем вот мы ничего не знаем, приходим, вот ThreadPool готов почему-то в C++ инженеры до сих пор пытаются придумать как он должен выглядеть как придумать для него интерфейс вообще и вот есть какой-то длинный пропоузл он, конечно, не только про ThreadPool но вот он совершенно гигантский про то, как вообще запускать параллельные задачи ну я его не долистаю до конца я устану, видите, он длинный но там какое-то огромное количество сущностей задействовано Рома, я правильно посылал Киду, да? вот она вот огромное количество каких-то, там, не знаю, концептов, абстракций вот это такой, ну, я бы сказал, что это такой слишком декомпозируемый дизайн очень мелкий, очень аккуратная абстракция у нас будет проще, достаточно хорошо но вот люди приходят, в конце концов, к этому и как бы невозможно объяснить вот то, что придумывают сейчас не объяснив какие-то более простые вещи и не пройдя путь не пройдя путь, в котором все эти абстракции сами собой будут постепенно появляться мы не почувствуем необходимость во всей этой сложности ну, что сказать почему-то никто не спрашивает, почему мы пишем на C++ нет, это неправильная логика ну, то есть мы пишем на C++ по двум причинам сейчас объясню, что я имею в виду спрашивая про язык мы пишем на C++, во-первых, потому что на нем можно писать все вот скажем, если мы пишем на языке Go, то Go вам вот задает некоторые правила задает некоторый набор инструментов Гарутина, каналы и селекторы, пожалуйста, пользуйтесь ими язык очень продуман он, собственно, создан для того, чтобы на нем писали сетевые приложения только для этого и создан в нем все очень хорошо друг к другу подходит все продумано но его написали в Google, собственно, аккумулируя весь свой инженерный опыт там, до 2010 года но есть другие языки и вот есть, я показывал вам статью про дизайн в Твиттере и там другие примитивы используются ну, вот мы пишем на C++, потому что на C++ можно написать все, что угодно можно написать и Go, и можно написать Future и мы, собственно, это сделаем но мне важно, чтобы вы понимали, что курс, он не про C++, конечно же это инструмент, с помощью которого мы будем все делать с помощью которого можно делать и низкоуровневые вещи и какие-то сложные абстракции выдумывать но мы изучаем, конечно же, не C++ и, не дай бог, не библиотеку потоков C++ это вообще вещь довольно бесполезная мы изучаем какие-то общие идеи какие-то общие идеи дизайна, общие концепции которые вы встретите в любом языке на чем бы вы дальше ни писали вот в любом современном языке есть конкуренси JavaScript, Rust, Kotlin, Go, ну что угодно придумайте любой современный язык, там будут эти инструменты если вы, простите, пройдете курс до конца ну, или почти до конца то вот чем бы вы дальше ни занимались на чем бы вы ни программировали вам вот эти вещи, которые вы встретите, будут знакомы они будут немного отличаться там будут другие слова, другие названия но принципиальные внутренние механики будут теми же самыми можно вопрос? да вот неоднократно говорю, если вы пройдете курс да да, давайте я скажу, что вот с введением я закончил я рассказал, что я хочу от курса да, вот я рассказал про конкуренс, а не про курс в смысле, что мне важно и что, кажется, полезно понимать нам всем то есть какие задачи глобально мы собираемся в этом семестре решать а теперь давайте поговорим про курс, про то, как он организован ну, во-первых, я действительно говорю, что если вы пройдете курс до конца потому что не все пройдут, и не всем это просто важно но, может быть, вы пришли сюда машинным обучением заниматься а вас сюда пригнали вот курс, я сразу скажу, про программирование вот он понравится тем, кто любит программировать вот есть люди, но не то, чтобы я их осуждаю вот просто разные люди есть и вот некоторым нравится возиться в байтиках и писать какие-то структуры данных а некоторым важно заниматься чем-то полезным для них программирование это просто инструмент чтобы там запустить обучение нейросети и то, и другое нормально но вот наш курс, он про первых людей, конечно же про людей, которым нравится программировать, чтобы они не программировали потому что мы будем программировать довольно абстрактные вещи вот какие-то там карутины, файберы, экзекьюторы, сендеры, ресиверы этого всего на улице не встретишь в реальной жизни этого не существует это то, что придумал человек и вот вам это будет интересно если вам просто нравится программирование если не нравится, то ну, видимо, мы друг другу не пригодимся но не совсем на самом деле вот вернемся к плану курса я бы сказал, что первые пять лекций ну, четыре, если считать с нуля, это не считается первые вот эти лекции первые четыре лекции полезно, наверное, послушать всем чем бы вы ни занимались они более-менее универсально полезны если говорить про конец курса то вот для того, чтобы понять вот эти лекции нужно, ну или вот эти тоже нужно понимать хорошо, что было на всех предыдущих и все предыдущее сделать своими руками ну, то есть я ожидаю, что у нас как-то вот очень резко будет уменьшаться количество людей но по опыту прошлого года по-моему, 50 человек получили отлично это очень много из двухсот ну, вы послушайте первые пять лекций, а потом перестанете ходить ну, потому что вам достаточно что? нет, ну вы можете отказаться, конечно я имею в виду, что курс обязательный я бы хотел, чтобы он был по выбору чтобы людей, которые хотят обучать нейросеть не заставили программировать карутины но пока это не в моих силах я попытался, но вот что-то не получилось в этом году так что ну как вам придется все-таки что-то сделать чтобы получить какую-то достойную оценку если вы не хотите работать и вы согласны на минимальную положительную оценку потому что, ну вот, вы просто ненавидите программирование то этого можно достичь за две недели работы за два воскресенья мне кажется, что это довольно гуманно по поводу устройства курса ну, у нас будет канал вот, лекция закончится и до вас долетит каким-то способом неизвестная мне ссылка на этот канал там будет вся необходимая информация ну вот, курс представляет из себя репозиторий в котором лежат все задачи и, ну вот, вы будете эти задачи решать они сначала будут простыми потом они будут усложняться чем вы займетесь на первой неделе вот вам нужно просто пройти инструкцию и развернуть вот этот самый репозиторий развернуть рабочее окружение и научиться задавать задачу А плюс Б это не так-то просто заготовьте вечер для этого на это уйдет время сразу объясню почему-то ну не сразу объясню, прокомментирую коротко почему так сложно потому что курс сложный в смысле это такой некоторый большой проект в котором много зависимости какие-то библиотеки там, пять режимов сборки то есть ваша программа будет собираться пятью разными способами чтобы и по-разному исполняться чтобы я смог из вас вытрясти какие-то баги на маке М1 можно будет? опыт шада прошлого года говорит, что да докер, кажется, умеет эмулировать другую платформу другую архитектуру должно работать вот то есть это все это все сложно потому что программирование сложно устроено мы пишем не там main.cpp с какой-то там и читаем из файла пишем файл мы занимаемся мы пишем какие-то библиотеки они сложно устроены для них нужно понимать как там устроена сборка в C++ как работает система контроля версий что такое CMake что такое линтеры ну в общем какой-то опыт промышленного программирования вам потребуется если у вас его нет вам придется его получить к сожалению другого способа у нас не будет если у вас он есть кажется у вас должен быть курс про это какой-то то вы с этими инструментами столкнетесь что еще тут лучше вопросы вы задавайте что вас в первую очередь волнует а я буду вспоминать и рассказывать что-то сам да у нас будет документ вот он снова не загрузился там описаны все правила как вычисляются баллы задачи про дедлайны про какие-то лимиты про обязательные задачи требования к оценкам разным про защиты про списывания не списывайте пожалуйста про то как общаться в каналах да вот важно это все вы прочитаете сами в конце концов давайте я расскажу про то что вы не прочитаете про то как получить от курса максимальную пользу смотрите курс у нас довольно короткий 15 лекций и за это время невозможно ничего успеть толкового и я не смогу рассказать все что знаю я бы хотел но не смогу ну время у нас на все не хватит объективно на лекциях и на семинарах даже не хватит поэтому я ожидаю от вас что если вам интересно если вам хочется чему-то научиться то вы должны делать разные вещи дополнительно во первых вы должны задавать вопросы в чатах у нас будет общий чат и все вопросы которые возникают в мире ну в смысле в нашем мире должны попадать туда не к вашему семинаристу не вашему другу а в общий чат потому что любой вопрос который у вас возник скорее всего нужен еще кому-то и тут есть следующая проблема вот появляется какой-то умный человек в курсе но скорее всего у вас среди вас есть какой-то очень умный человек слишком умный и вот он начинает сразу глубоко копать и задает какие-то очень сложные вопросы читайте чат и видите что вы даже вопросы не понимаете которые человек пишет и вас чертовски расстраивает а мы с ним общаемся вроде бы ему приятные там мне интересно с ним общаться вы думаете ну боже мой а я своим тупым вопросом что такое атомик ну в смысле вопрос абсолютно вот так и знал что я что-то ляпну вот вопрос про атомик абсолютно нормально если вы по него первый раз слышите собственно вы для этого и пришли если вы все знаете то я вам не нужен вы просто почитайте код сами разберетесь я для того чтобы отвечать как раз на вопросы когда вы чего-то не знаете вот именно такие вопросы мне интересны мне интересно чтобы вы задавали простые вопросы и понимали узнавали то что вы не знаете вот тогда вы получите пользу вот я сегодня наговорил вам огромное количество слов которые вообще не понимаете наверное но не должны пока по моему замыслу не должны если вы понимаете то возможно вам не стоит сюда ходить вот я говорил что про мьютексы про атомики про какие-то сокеты и полы файберы вот задавайте вопросы пишите что пишите свои вопросы понимаете вот вы не пишете эти вопросы потому что но по разным причинам потому что ну нет вот вы ровно для этого поступаете в университет они учитесь на курсере чтобы иметь возможность задать вопросы это главная польза от от очного обучения от того что мы здесь присутствуем все вместе но часто бывает так что вот синдром самозванца вы думаете боже мой он сейчас узнает что я ничего не соображаю но я от вас этого и не жду вообще-то в смысле это нормально если вы чего-то не знаете вы для этого и пишите задать свой вопрос в чате будут рады и сложным вопросом и очень простым вопросом но единственная от вас все-таки чего-то ожидаю когда вы задаете вопрос было бы здорово если вы не просто задаете его как мне сделать что-то а вы объяснили бы подумали ли вы над ним сами что вы успели сами то есть может быть вы подумали ничего не смогли придумать вообще ничего а может быть вы на что-то на чем-то споткнулись конкретно вот напишите о том что у вас в голове происходит чтобы я то есть я могу конечно вам просто ответить на вопрос в смысле как сделать это вот используя такой вызов или там напиши такой код но это не очень полезно потому что я вам даю готовый ответ вы все-таки учитесь для того чтобы ответы сами находить и если вы объясните мне о чем вы успели подумать я смогу вам объяснить как додумать когда думать дальше до ответа и это касается любых вопросов сложных самых элементарных вот нет тупых ну я сказал тупых нет конечно нет тупых вопросов я ожидаю что вы понимаете многое понимаете мало и то и другое одинаково годится это первое очень важно и пожалуйста чем больше будет вопросов тем лучше у нас в чате много семинаристов много ассистентов если я буду до вас докапываться с тупыми расспросами то может быть ассистентом ответит сразу нормально так что пожалуйста пишите главное в чат это первая сторона вторая второй способ как извлечь из курса больше пользы читайте код вот смотрите вы открываете первую домашку но у вас уже будут сегодня задачи про мьют акс и мы еще не знаем что это но если вы я вам кое-как за минуту объяснил вроде этого в принципе достаточно для того чтобы что-то смог чтобы что-то сделать уже в первую неделю так вот вы открываете домашку и там написано вот напишите дедлог но правда не на потоках она файберах и вы идете в этот в эти файберы и там репозиторий какой-то ну вот научитесь его себе клонировать открывать в идее настройте себе идее и научитесь запускать там примеры вот я открыл какой-то пример запускаю его и он сейчас надеюсь соберется если я не натворил бед ночью и он как-то работает например вот такой вот так вот смотрите что мне от вас нужно делать чтобы вы не просто запустили этот код а чтобы вы могли сделать вот так хоба и попасть в реализацию а потом хоба и опуститься еще глубже потом пойти сюда а потом пойти сюда я по разным библиотекам вообще говоря хожу а а потом могли вернуться обратно быстро вот в нашем курсе будет довольно много библиотек довольно много кода который написан вокруг вас и собственно такова жизнь вы придете на работу и там будет написано уже миллион строк кода вокруг вас и вам придется ну но у нас целый семестр впереди мы осенью там компилируется не знаю там 200 файлов спецкурсе ничего не поделать так устроен мир но его можно изучать инкрементально то есть по слоям не нужно понимать все но нужно уметь навигацию по коду нужно уметь по нему двигаться переходить в реализацию смотрите что-то устроено вот пожалуйста научитесь это делать потому что иначе для вас курс превратится в какую-то череду заклинаний странных вот у нас есть какая-то одна из задач которые будут уже через несколько недель и вам там нужно писать библиотеку ну собственно файберы с поддержкой сокетов и там используется но вот какой-то механизм обработки ошибок и вот вы просто должны уметь вот сделать вот так просто перейти в реализацию неважно делаете это в виме vde просто научитесь в вашей среде разработки этим пользоваться чем больше кода вы прочитаете тем большему вы научитесь у вас будет больше вопросов вы просто будете лучше понимать что происходит ну и еще одна может быть странная вещь про которую на семинарах мы тоже подробно поговорим но пока чтобы вас сразу не сбивало это с толку если вы открываете домашние работы в репозитории то вы увидите что мы используем на самом деле не не то чтобы стд mutex и и стд треды у нас почему-то вот такие странные объекты будут ну то есть на имспейс будет не стд а твис и стд лайк в чем смысл в том что но мы занимаемся синхронизации в этом курсе и конечно же вы будете ошибаться в этой синхронизации писать баги так вот баги скажем в алгоритмах искать просто ну почти всегда просто генерируете когда большой случайный тест и там что-то разваливается в конкарнси баги проявляются сложно потому что они недетерминированны вот все зависит от того как планировщик будет запускать потоки когда он какой-то поток снимет с ядра поставить что он запустит параллельно что он запустит последовательно поэтому если вы напишите даже грубый баг и запустите такой наивный стресс теста скорее всего ничего не поймает просто вот сложно баги ловится иногда очень сложно и ровно поэтому мы используем для того чтобы писать весь наш код мы используем сейчас я найду специальный фреймворк который ну когда-то был для этого курса написан но не то чтобы он как-то к курсу привязан на самом деле довольно общий про то как можно тестировать вот такие многопоточные баги ну в смысле код тестировать скатным баги мы берем и но в репозитории про это есть короткая документация пожалуйста прочтите ее там говорится следующее что мы заменяем все примитивы и стандартной библиотеки на вот собственные примитивы вот здесь раньше мог быть стады атомик про который мы пока ничего не понимаем и теперь будет вот такой вот атомик документацию можно читать для стд потому что все эти примитивы повторяют интерфейсы но там с некоторыми очень редкими исключениями но при этом вот этот стд твист атомик он может компилироваться ну там тремя или четырьмя разными способами вот тесты будут собираться компилироваться там раз по пять и в каждой сборке они будут вести себя по-разному вот mutex он может быть mutexом настоящим а может быть mutexом в котором встроены то что называется fault injection то есть вы говорите mutex log а я вместо этого поток ваш переключаю на другой ну просто потому что почему бы и нет потому что операционная система сама это не сделает она будет реже переключать я буду часто переключать и скорее всего из вашего решения вытретутся какие-то баги с большей вероятностью а в некоторые сборки ну вообще говоря мы весь наш код будем тестировать не только под настоящими потоками параллельными а еще и под виртуальными потоками то есть с одной стороны вы будете их писать с другой стороны я буду использовать для тестирования вашего кода и все это чертовски хитро но когда-нибудь мы это поймем просто не удивляйтесь и имейте это ввиду что нужно писать всегда вот так прочтите инструкцию в репозиторию обратите на это внимание но тут тесты очень специальные тут не то чтобы тест хорошие тесты они вот какие-то ну запустим много потоков и там навалим их на какую-то структуру данных дело не в этом а в том как это все исполняется вот тут рантаем меняется то есть не сам какой-то тест а вот именно то как эти потоки на самом деле под капотом этого фреймворка планируется да да код стайл обязательно google style guide линтеры будут линтеры позволит вам отформатировать автоматически ваш код и и заодно проверяют что вы не пишете вот такое и в условия return true вот такой код в курсе запрещен и он запрещен автоматическими инструментами кланк тайде вот код который не проходит стайл гайд не соблюдать стайл гайд не просто не протестируется в автоматической системе домашки будут но если придется совсем хорошо то будут буквально для каждой лекции будут какие-то свои задачи да давайте сделаем забыл самое главное для меня решить задачи невозможно но кажется что в прошлом семестре никто не смог но там правда задачи появились позже но или смог три человека вроде было но вот теперь будет больше и предлагается объявить какой-то конкурс каким-то грандиозным призом который еще не придуман вот для человека который решит все задачи в семестре насколько я знаю это некоторые альтернативные моему предложению вещь вот то что я предлагаю сделать очень сложно это придется потратить много времени и много много усилий и много чему научиться но вот если кто-то попробует решить все это будет здорово все задачи решать не нужно для того чтобы получить отличный даже от у 10 все задачи не нужны критерии есть да там написано обязательные задачи написано как рассчитывается балл они там критерии может быть немного пессимизирован а может быть и нет но вот если что как бы пройдет некоторое время мы может быть его пересмотрим скорее всего на это рассчитывать не стоит в общем все правила игры есть если вы их соблюдаете то с вами ничего плохого не случится ну что оно закончилось время это будет да ура это в канале будет